Агата Кристи Убийство в Восточном Экспрессе Часть 2. Показания свидетелей Глава 1. Показания проводника В вагоне-ресторане всё было подготовлено для допроса. Пуаро и месье Бук сидели по одну сторону стола, доктор по другую. На столе перед Пуаро лежал план вагона Стамбул-Кале. На каждом купе красными чернилами было обозначено имя занимавшего его пассажира. Сбоку лежала стопка паспортов и билетов. Рядом разложили бумагу, чернила, ручку и карандаши. «Всё в порядке», – сказал Пуаро. «Мы можем без дальнейших проволочек приступить к расследованию. Прежде всего, я думаю, нам следует выслушать показания проводника спального вагона. Вы, наверное, знаете этого человека. Что вы можете сказать о нём? Можно ли отнестись с доверием к его словам?» «Я в этом абсолютно уверен. Пьер Мишель служит в нашей компании более пятнадцати лет. Он француз, живёт неподалёку от Кале. Человек высшей степени порядочный и честный. Но особым умом не отличается». Пуаро, понимающий, кивнул. «Хорошо», – сказал он. «Давайте поглядим на него». Пьеру Мишелю отчасти вернулась былая уверенность, хотя он всё ещё нервничал. «Я надеюсь, мсье не подумает, что это мой недосмотр», – испугодно сказал Мишель, переводя глаза с Пуаро на Бука. «Ужасный случай! Я надеюсь, мсье не подумает, что я имею к этому отношение». Успокоив проводника, Пуаро приступил к допросу. Сначала он выяснил адрес и имя Мишеля, затем спросил, как давно он работает в этой компании и на этой линии в частности. Всё это он уже знал и вопросы задавал лишь для того, чтобы разговорить проводника. «А теперь», – продолжал Пуаро, – «перейдём к событиям прошлой ночи. Когда мистер Рэтчет пошёл спать, в котором часу?» «Почти сразу после ужина, мсье. Вернее, перед тем, как мы выехали из Белграда, в то же время, что и накануне. Он велел мне, пока будет ужинать, приготовить ему постель, что я и сделал». «Кто входил после этого в его купе?» «Его лакей, мсье, и молодой американец, его секретарь». «И больше никто?» «Нет, мсье, насколько мне известно». «Отлично!» «Значит, вы видели, или, вернее, слышали его в последний раз именно тогда?» «Нет, мсье, вы забыли, он позвонил мне без двадцати час, вскоре после того, как поезд остановился». «Опишите точно, что произошло». Я постучался в дверь. Он отозвался, сказал, что позвонил по ошибке. «Он говорил по-французски или по-английски?» «По-французски». «Повторите в точности его слова». «Ничего страшного, я ошибся». «Правильно», — сказал Пуаро. «То же самое слышал и я». «А потом вы ушли?» «Да, мсье». «Вы вернулись на свое место?» «Нет, мсье, позвонили с другого купе, и я сначала пошел туда». «А теперь, Мишель, я задам вам очень важный вопрос. Где вы находились четверть второго?» «Я, мсье, сидел на скамеечке в конце вагона, лицом к коридору». «Вы в этом уверены?» «Ну, конечно же, вот только...» «Что только?» «Я выходил в соседний вагон, в Афинске, потолковать с приятелем. Мы говорили о заносах. Это было сразу после часа ночи. Точнее сказать трудно». «Потом вы вернулись в свой вагон». «Когда это было?» «Тогда как раз раздался звонок, мсье». «Я помню, мсье, я уже говорил вам об этом. Меня вызывала американская дама. Она звонила несколько раз». «Теперь я припоминаю», – сказал Пуаро. «А после этого?» «После этого, мсье, позвонили вы, и я принес вам минеральную воду. Еще через полчаса я постелил постель в другом купе, в купе молодого американца, секретаря мистера Ретчета». «Когда вы пришли стелить постель, мистер Маккуин находился в купе один?» «С ним был английский полковник, из пятнадцатого номера. Они разговаривали». «Что делал полковник, когда ушел от Маккуина?» «Вернулся в свое купе». «Пятнадцатое купе? Оно ведь близко от вашей скамеечки, не так ли?» «Да, мсье, это второе купе от конца вагона». «Постель полковника была уже постелена?» «Да, мсье, я постелил ему, когда он ужинал. В котором часу они разошлись». «Не могу точно сказать, мсье, во всяком случае, не позже двух». «А что потом?» «Потом, мсье, я просидел до утра на своей скамеечке». «Вы больше не ходили в афинский вагон?» «Нет, мсье». «А вы не могли заснуть?» «Не думаем, мсье. Поезд стоял и поэтому меня не клонило ко сну, как обычно бывает на ходу». «Кто-нибудь из пассажиров проходил по коридору в сторону вагона ресторана или обратно? Вы не заметили?» Проводник подумал. «Кажется, одна из дам прошла в туалет в дальнем конце вагона». «Какая дама?» «Не знаю, мсье, это было в дальнем конце вагона, и я видел только ее со спины. На ней было красное кимоно, расшитое драконами». Пуаро кивнул. «А потом?» «До самого утра все было спокойно, мсье». «Вы уверены?» «Да, да, извините, но вы же сами, мсье, открыли дверь и выглянули в коридор». «Отлично, мой друг», — сказал Пуаро. «Меня интересовало, помните вы об этом или нет. Между прочим, я проснулся от стука. Что-то тяжелое ударилось о мою дверь. Как вы думаете, что это могло быть?» Проводник вытаращил на него глаза. «Не знаю, мсье, ничего такого не происходило, это точно. Значит, мне снились кошмары», — не стал спорить Пуаро. «А может, — сказал мсье Бук, — до вас донесся шум из соседнего купе». Пуаро как будто не расслышал его слов. Вероятно, ему не хотелось привлекать к ним внимание проводника. «Перейдем к другому пункту», — сказал он. «Предположим, убийца сел в поезд прошлой ночью. Вы уверены, что он не мог покинуть поезд после того, как совершил преступление?» Пьер Мишель покачал головой. «А он не мог спрятаться где-нибудь в поезде?» «Поезд обыскали», — сказал мсье Бук. «Так что вам придется отказаться от этой идеи, мой друг». «Да, и потом», — сказал Мишель. «Если бы кто-нибудь прошел в мой вагон, я бы обязательно это заметил». «Когда была последняя остановка?» «В Виньковцах?» «Во сколько?» «Мы должны были отправиться оттуда в 11.58, но из-за погоды вышли на 20 минут позже». «Ваш вагон можно пройти из других вагонов?» «Нет, мсье. После обеда дверь, соединяющая спальный вагон с остальным поездом, закрывается». «А сами вы сходили с поезда в Виньковцах?» «Да, мсье. Я вышел на перрон и встал, как и положено, у лестницы, ведущей в поезд, точно так же, как и все остальные проводники». «А как обстоит дело с передней дверью той, что около ресторана?» Проводник был опешил, но быстро нашелся. Наверняка кто-нибудь из пассажиров открыл ее, захотел посмотреть на сугробы». «Возможно», согласился Пуаро. Минуту-две он задумчиво постукивал по столу. «Мсье не винит меня в недосмотре?» – робко спросил Проводник. Пуаро благосклонно улыбнулся. «Вам просто не повезло, мой друг», – сказал он. «Кстати, пока не забыл, еще одна деталь. Вы сказали, что звонок раздался в тот самый момент, когда вы стучали в дверь мистера Ретчета. Да я и сам это слышал. Из какого купе звонили. Из купе княгини Драгомировой она велела прислать к ней горничную. Вы выполнили ее просьбу?» «Да, мсье». Пуаро задумчиво посмотрел на лежащий перед ним план вагона и кивнул. «Пока этого достаточно», – сказал он. «Благодарю вас, мсье». Проводник поднялся, посмотрел на мсье Буко. «Не огорчайтесь», – добродушно сказал директор. «Вы ни в чем не виноваты». Пьер Мишель, просияв, вышел из купе.